Всем привет! Это Машина Времени, а у меня, как обычно, несколько историй, которые сделают этот день неповторимым. 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Практически каждый второй человек на планете так или иначе сталкивается с этим недугом. А для многих это становится неприятной неожиданностью. Увы, но полноценного лекарства для избавления от аллергии пока не придумали. Но бороться с ее симптомами и даже предугадывать ее можно уже сегодня. Как раз для этого в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и иммунопатологии решили отмечать день борьбы с аллергией. Само понятие аллергия в медицине появилось в 1906 году, а его авторство приписывают австрийскому педиатру Клеменсу фон Пирке. Но сама эта проблема имеет более древнюю историю. Еще во времена Древнего Египта были описаны симптомы, которые в настоящее время рассматривают как клинические проявления этого недуга. Кстати, его активное распространение ученые связывают с загрязнением окружающей среды. И чем больше нарушался экологический баланс в мире, тем больший масштаб приобретала аллергия. В топе самых опасных продуктов у аллергиков яичный белок, морепродукты и арахис. А редкими являются аллергия на воду, холод и даже поцелуи. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Их связывали с идеалом супружества, выделяя такие качества, как благочестие, взаимная любовь и верность, милосердие и помощь нуждающимся. Главные события в этот день традиционно проходят на исторической родине праздника. Здесь организуются театральные представления и мастер-классы по редким ремеслам, а паломники посещают святые места. Кстати, у семейного праздника есть даже памятная медаль за любовь и верность. Ее вручают супругам, которые состоят в браке дольше 25 лет и успешно воспитывают детей. 8 июля 1939 года в Магадане началось строительство первых этажей знаменитого дома с часами на Карла Маркса 36-20. Тогда это был угол улицы Сталина и Колымского шоссе. Сегодня это одна из визитных карточек города. Строили его японские военнопленные. Вообще, это была одна из первых пятиэтажных построек в городе. Даже современные архитекторы отмечают, что это яркий символ своего времени. Неповторимая конструкция сталинской эпохи просто не могла бы появиться раньше или позже. В годы Великой Отечественной войны в башне находился пост противовоздушной обороны. Сегодня там располагаются главные городские часы. Куда уходит детство не знает никто, а вот вернуться в него можно сегодня. 8 июля отмечается необычный праздник. День снова стань ребенком. Он придуман, чтобы взрослые вели себя как дети. И хотя в нашей стране он еще не обрел популярность, во многих других уголках мира его активно отмечают. Вообще, с точки зрения психологии, это прекрасная возможность получить эмоциональную разрядку. К тому же, чем взрослее становится человек, тем ярче в памяти сияет его детство. Плохое стирается и остаются только позитивные эмоции, которым иногда стоит вернуться. Кстати, интересно, что существует популярная теория структуры личности, согласно которой в каждом человеке действительно живет ребенок, а кроме него родитель и взрослый. Остается только достать малыша из глубины души на поверхность, хотя он и сам иногда настойчиво оттуда стучится. Так что тебе беззаботного и веселого дня, а мы увидимся в машине времени. Редактор субтитров А.Семкин